Если вы смотрели хотя бы один из моих видеокурсов, то знайте, что тестирование различных технологий я провожу в виртуальной сети, основанной на виртуальном сервере и виртуальных рабочих станциях. Это позволяет получать все необходимые практические навыки системного администрирования, имея в наличии лишь один физический компьютер. И, как правило, я не касался тематики виртуализации при работе в реальной физической сети компаний. Так вот, настало время разобраться с этой темой, так как сейчас практически нет компаний, которые бы не использовали технологии виртуализации для решения своих задач. Вообще, на данной теме я задумывался еще лет 6 назад, когда администрировал порядка 30 виртуальных серверов. Но на тот момент не было технологии, вложенной в виртуализации, позволяющей демонстрировать работу виртуальной сети внутри другой виртуальной сети. Если вы смотрели фильм «Тринадцатый этаж», то поймете, о чем я. Но сейчас данная технология была разработана, благодаря чему я могу осветить тему виртуализации в корпоративной среде. В видеокурсе мы рассмотрим работу двух наиболее распространенных систем виртуализации – это VMware и Hyper-V. На VMware будет строиться первый уровень виртуализации, а на Hyper-V – второй. И сейчас давайте быстренько пробежимся по основным темам видеокурса – технологии виртуализации. Для начала разберемся с понятием «виртуализация», а также рассмотрим достоинства данной технологии при применении в домашних условиях и в корпоративной среде. На данный момент на рынке существует две наиболее распространенных системы виртуализации – VMware и Hyper-V, поэтому стоит знать достоинства и недостатки обеих систем. В рамках данного видеокурса мы рассмотрим на практике работу обеих платформ виртуализации, так как в зависимости от поставленных задач можно использовать разные системы. Ну а начнем мы с VMware, на основе которой будет строиться первый уровень виртуализации. И для начала создадим первую виртуальную машину в версии VMware Workstation. Установим на нее серверную операционную систему Windows Server 2016 и разберемся с алгоритмом вычисления системных требований к хост-системе для корректной работы виртуальной среды. Разберем весь функционал платформы VMware Workstation, начиная с обзора различных параметров и заканчивая установкой дополнительных компонентов. В процессе работы с виртуальной машиной у вас может возникнуть потребность изменять ее конфигурацию, поэтому важно знать не только как изменять характеристики и добавлять оборудование, а еще и возможные сопутствующие этому процессу проблемы. Умение правильно настраивать тип сетевого подключения виртуальной машины очень важно, так как от этого зависит то, как виртуальный сервер будет обмениваться информацией с другими устройствами в сети. А учитывая то, что неоспоримым преимуществом VMware являются широкие возможности настройки виртуальной сети, то данную тему мы рассмотрим наиболее подробно. Всем нам прекрасно известно, что SSD работает намного шустрее, чем жесткий диск, но для работы виртуальных машин данный вопрос становится наиболее актуален, так как к диску будет обращаться сразу несколько операционных систем. Так вот, в этом видео мы проведем эксперимент, на котором измерим прирост производительности и степень загруженности устройств хранения данных при работающих на них виртуальных машинах. Чтобы максимально приблизить условия тестирования к боевым, мы создадим второй уровень виртуализации, основанный на Hyper-V, благодаря поднятию роли Hyper-V сервера на виртуальном контроллере домена. Данный процесс позволит получать практические навыки внедрения виртуализации в корпоративной среде. После чего создадим вложенный виртуальный сервер через диспетчер Hyper-V, а также разберемся с различными тонкостями назначения типа и объема виртуальной памяти второго уровня. Разберемся с основным функционалом диспетчера Hyper-V и принципами создания контрольных точек состояния. Кроме того, рассмотрим способы изменения и добавления характеристик виртуальному серверу, систему безопасности, автоматические действия при перезагрузке и выключении физического сервера, а также принципы работы файла подкачки виртуальной оперативной памяти SmartPagging. Разберемся с принципами работы виртуального коммутатора Hyper-V, типов сетевых подключений, сегментацию сети через VLAN ID и подключим виртуальный сервер второго уровня к домену первого уровня виртуализации. В процессе эксплуатации может потребоваться перенести виртуальный сервер на другое железо или его клонировать. Так вот, в этом видео разберемся с данным процессом, плюс рассмотрим один лайфхак по переносу файлов большого размера. Лично для меня работа с виртуальными машинами из диспетчера Hyper-V не особо удобна с визуальной точки зрения, поэтому рассмотрим один интересный инструмент, который упрощает данный процесс. Как вы видите, все темы довольно-таки интересны и будут крайне полезны как в плане саморазвития, так и при реализации в боевых условиях. Более подробную информацию о курсе технологии виртуализации сможете найти по ссылке в описании. Ну а на этом у меня все, спасибо за внимание! Продолжение следует...